Пик заболеваемости менингитом пришёлся на летний период. Помимо Саратовской области, резкий рост заражения и энтеровирусные инфекции зафиксировали в Томской области. Здесь в июле и августе 30 групп детских садов перевели на карантинный режим. Под ударом оказались и жители Севастополя. За лето аналогичный диагноз поставили больше сотни человек. Два ребёнка заболели бактериальным менингитом, один из них скончался. Ульяновская уже область болезнь миновала. Точную статистику за 2023 год в профильном министерстве не озвучили. Однако обнадёжили. Причин для паники нет. Главное, вовремя прислушаться к своему организму. Наибольшая группа риска – это люди, работающие в скучных коллективах, дети, призывники, студенты. Люди, которые приезжают в эндемичные регионы. Эндемичным регионом у нас является эквитериальная оборота. Менингококковая инфекция проявляется по-разному. От воспаления ротоглотки до гнойного менингита – воспаления оболочек головного мозга. Во втором случае процесс протекает стремительно. Не исключены летальные исходы. Передаётся болезнь воздушно-капельным путём. Профилактика стандартная. В пик заболеваемости, а именно весной и зимой, избегать многолюдных мест, не пренебрегать маской и своевременно ставить прививку. В наше время существует специфическая профилактика – это менингококковые вакцины. Детям они делаются с года. У детей иммунитет после вакцин держится не менее двух лет. У взрослых антитела после вакцинации сохраняются порядка десяти лет. Повторную ревакцинацию можно делать не менее чем через три года. Дети, как отмечают врачи, болеют чаще. В этом году 80% от общего числа поступивших пациентов в Центральную городскую клиническую больницу с менингококковой инфекцией были именно маленькие жители региона. Начальные симптомы схожи с нозофринитом и ОРВИ – температура, слизистые выделения из носа. В этом случае достаточно терапии антибиотиками. Если же список дополняют сильные головные боли, рвота, общая слабость, то необходимо дополнительное обследование. В любом из случаев специалисты рекомендуют не заниматься самолечением, а незамедлительно обратиться за помощью в больницу.